А зачем мы сейчас это все сделали? Вот это стильные очки, пусть тут полежат тебе. А ты зачем их ходил? Не знаю, красивенько. Он заставил, серьезно. В общем, давит в гримёрке. На самом деле, друзья, это все ради науки. Отвечаем. Итак, ну что, можно начинать? Друзья, у меня к вам есть один вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас раньше имел удовольствие или неудовольствие общаться с физиками? Поднимите руки. Ой-ой-ой, ладно. Так, такой вопрос. Я не знаю, может быть, вы замечали, может быть, нет. Но когда я общаюсь с физиками, мне они представляются довольно-таки странными ребятами. Вот они сидят в своих темных лабораториях, решают какие-то там сложные формулы. И при всем при этом часто задаются кучей вопросов. Некоторые из них довольно конкретны. Например, можно ли сделать объект невидимым? Другие вообще не имеют никакого отношения к физике на первый взгляд. К примеру, можно ли вылечить рак? А некоторые уходят даже в область философии. Например, как устроен наш мир или что такое жизнь? И самое интересное в физиках заключается в том, что каждый из них, каждый из этих ученых думает, что именно он и его скучные исследования ответят на эти вопросы. И, в общем-то, здесь я довольно-таки ортодоксальный физик. И считаю, что мое исследование фотонных кристаллов тоже способно ответить на некоторые из них. И для того, чтобы понять, как, сначала нужно понять, что такое фотонный кристалл. Ну, давайте думать. Мы знаем, что такое фотоны. И мы, наверное, знаем, что такое кристалл. Включаем логику. Фотонный кристалл — это кристалл, который сделан из фотонов. Так, ну, подождите. Ведь фотоны не имеют массы, правильно? И значит, и кристалл, который будет сделан из фотонов, массы иметь не будет. Ну, вот давайте на более бытовой уровень, девушки. Представьте себе, как бы вам понравилось, если бы молодой человек подарил вам элегантное кольцо с бриллиантом весом в ноль карат. Ну, ладно, шутки шутками. А хотя бы хорошо, что мы знаем, что такое кристалл, обычный кристалл. Но у нас не всегда было это знание. Интересный факт. В начале 19 века ученые всерьез полагали, что кристаллы — это живые существа. Они полагали так, потому что они наблюдали удивительное явление. Они видели, как кристаллы растут. Причем растут не абы как, не хаотично. Когда они растут, они вырастают в идеальные геометрические формы. И понять, почему так происходит, им удалось только тогда, когда они посмотрели на кристалл на элементарном уровне, на уровне атомов. И они увидели, что атомы в кристалле расположены максимально компактно и создают так называемую кристаллическую решетку, где каждый атом отдален от другого, но весьма фиксированное и очень маленькое расстояние. Именно благодаря такой стройности на кристаллах можно наблюдать еще один интересный эффект, который называется дифракция. Представьте себе, что у вас есть кристаллическая решетка. И есть пучок каких-то элементарных частиц, длина волны которых примерно равна расстоянию между соседними атомами. И если пропустить такой пучок через кристалл, то часть его отклонится от первоначального курса, испытывая на себе явление дифракции. Именно потому, что на обычных кристаллах чаще всего дифракцию испытывают электроны, такие кристаллы принято называть электронными. Теперь уже можно понять, что такое фотонный кристалл, не правда ли? Фотонный кристалл — это тоже периодическая структура, где периодичность создается при помощи изменения такой характеристики материала, как показатель преломления. И период примерно равен длине волны фотонов. Именно поэтому фотоны испытывают на подобных структурах явление дифракции. Поэтому и фотонный кристалл. И если разница в показателе преломления достаточно велика, ну, скажем так, очень велика, то это явление дифракции мы с вами можем использовать. К примеру, для того, чтобы фокусировать свет в очень маленькую точку. Либо, ну, к примеру, для того, чтобы разложить свет на спектральные составляющие. Либо для того, чтобы взаимодействовать с одной спектральной компонентой и не взаимодействовать с другой. Ну, хотя, что я вам рассказываю? Вот вы наверняка задавались вопросом, почему я вышел в таких идиотских очках? Да и Сережа, в общем, тоже. Вы не могли бы выключить свет? Спасибо. Итак, вот у нас есть лазерный луч. Всем видно, да? А вот очки. Это непростые очки. Внутренних фотонный кристалл. Если мы поместим этот фотонный кристалл на место лазерного луча, мы получим картину. Но здесь, в общем-то, нет особо ничего интересного. Ну, точки и точки. Если есть немного смекалки и еще, ну, скажем, втулка от туалетной бумаги, вы можете сделать вот такую вот штуковину. И смотрите, что происходит тогда. Так, секунду. Тогда мы можем делать со светом, по сути, все, что мы захотим и как мы захотим. И если вы думаете, что фотонные кристаллы можно использовать только как развлечение, то на самом деле это не так. Вы можете включить свет. Фотонные кристаллы уже сейчас используются, к примеру, в оптических линиях связи. Они встраиваются в различные биомедицинские аппараты для диагностики и лечения тяжелых заболеваний. При помощи них можно исследовать дальний космос. С фотонными кристаллами связано будущее квантовых компьютеров. И ими можно даже маскировать объекты. На самом деле этот список можно продолжать очень и очень долго. Но нам важно одно. Для того, чтобы мы могли этими кристаллами пользоваться, разница показателей преломления должна быть очень большой. Да, кстати говоря, в некоторых журналах я видел, что фотонные кристаллы предполагаются использовать для создания такой штуки, как суперлазеры. Честно говоря, я не знаю, о чем говорили ученые, но я очень надеюсь, что это что-то по типу этого. Понятно, что фотонные кристаллы — это новая технология. И как у любой новой технологии, там есть куча проблем. Первые проблемы возникают еще на стадии изготовления фотонных кристаллов. Фотонные кристаллы сейчас изготавливаются механическим методом. Что это означает? Вы берете просто один кусок материала, кладете сверху другой и делаете так много-много раз. Очень по-научному, правда? И несложно догадаться, что вот эти фотонные кристаллы, они же очень маленькие. И это требует огромных временных затрат. Более того, если мы посмотрим на границу раздела двух материалов, там будет куча всяких пакостей, там будут неровности, там будут пустоты. И самое печальное, самое плохое, если там будут инородные объекты. Из-за них фотонный кристалл будет работать не так, как мы хотим. И из-за них возникнут потери. Потери — это плохо. И с ними нужно бороться. И здесь появляется Владимир Борисов, ну то есть я. Я предлагаю... Итак, что же я предлагаю, зачем я появился? Я предлагаю использовать такой метод, как голография. Что это такое? Представьте себе, что у вас есть кучок света. И есть другой, точно такой же, который идет крест-накрест. Благодаря волновым свойствам на месте их пересечения будет образована картина из светлых и темных полос. Затем, если мы поместим внутрь этой картины материал, причем не обычный материал, материал, который реагирует на воздействие света и изменяет свои свойства, по сути, как фотопленка. Такие материалы в науке называются фотохромными. Так вот, если мы поместим фотохромный материал в перекрестие пучков, то картина полос буквально отпечатается внутри него, создав при этом разницу показателя преломления. И несложно догадаться, что это уже будет самый настоящий фотонный кристалл. При всем при этом он будет лишен тех недостатков, которые были раньше, про которые я говорил. Потому что здесь не будет границ между материалами. Фотонный кристалл будет внутри одного материала, внутри одной среды. Возникает вопрос, а почему тогда фотонные кристаллы сейчас таким методом не изготавливаются? Помните, я говорил, что нам нужна очень большая разница показателя преломления? В голографии чаще всего используются материалы по типу пластика, это полимеры. И разница показателей преломления там меньше. В сто тысяч раз. В общем-то, наверное, пока звезда смерти. Казалось бы, можно сдаться. Но я подумал, ладно, пластик, фиг с ним. Оставим его позади. Возьмем другой материал. Например, кристалл. Вот тот первый кристалл, про который мы говорили раньше. Я взял такой кристалл. Его название состоит из шести слов. И к моему глубокому сожалению, я должен произнести их все прямо сейчас. Это аддитивно окрашенный фотохромный кристалл, фторида, кальция. Я сделал это только для того, чтобы мы вместе поняли, как он работает. Давайте разбираться. Последние два слова нам просто говорят о химических элементах. И если вы немножко знаете химию, вы можете представить себе структуру этого кристалла. Кристалл имеется в виду электронный. Со словом фотохромный мы уже знакомы. А вот аддитивная окраска, это действительно очень интересно. И мы займемся ей буквально через секунду, но давайте сейчас условимся, что мы больше никогда в жизни не будем произносить эти шесть слов вместе. А вместо них будем говорить легко и изящно. Флюорид. Итак, давайте переходить к аддитивной окраске. Для того, чтобы понять, что это такое, нам снова нужно опуститься до уровня элементарных частиц. Вот так выглядит кристаллическая решетка здорового кристалла. А вот так кристаллическая решетка курильщика. Но вы замечаете, что здесь есть какие-то штуки, которых здесь быть в общем-то не должно. Чаще всего это какие-то положительно заряженные ионы и электроны, которые крутятся вокруг них. Вот такие малыши называются центрами окраски. Называются они так, потому что они совершенно по-другому взаимодействуют со светом и из-за них кристалл приобретает свой цвет. И вот с этими центрами окраски мы сейчас будем очень и очень круто забавиться. Итак, мы берем кусок флюорита, нагреваем его и помещаем под перекрестие двух пучков. И теперь давайте снова взглянем в кристаллическую решетку там, где темная полоса переходит в светлую. Вот кристаллическая решетка, там есть центры окраски. На самом деле их очень много, но мы рассмотрим только три. Назовем их один, два и три. И будем считать, что все остальные ведут себя точно так же. У нас есть светлая полоса, где есть фотоны. И есть темная, где ничего не происходит. Поскольку ничего не происходит, то на центр окраски номер один мы забиваем. Нам он не интересен. А что происходит с центрами 2 и 3? Если какой-то фотон пройдет рядом с таким центром окраски, то он может буквально разорвать связь между электроном и ионом, после чего электрон отправится в одно направление, а ион поползет в другое. Да, кстати говоря, вот такие ионы, которые ползут в разных направлениях, ученые очень по-научному называют их дырки. И вот эти дырки ползут. Дырка ползет, ну да. Так вот, они ползут. Да, кстати говоря, почему ползут? Но на самом деле вот такой малыш один сантиметр проползет где-то за 20 лет. Ну, чтобы было понятно. Так вот, они ползут. И пока они ползут там, где есть свет, они будут продолжать ползти. Но как только один из них перейдет, ну скажем так, на темную сторону, то любого электрона, пролетающего рядом, хватит для того, чтобы снова образовать связь, дырка станет центром окраски и остановится. Несложно догадаться, что после долгих блужданий и центр окраски номер два тоже перейдет на темную сторону. В результате мы получаем полосы, где с одной стороны у нас нет центров окраски, с другой их очень и очень много. И это задает разницу показателей преломления. Помните, нам она нужна как можно больше. Ну, легче некуда. Мы берем кучу центров окраски, и вот пусть они там все ползают. Ну, в общем-то, так и делают ученые. Но здесь нужно понимать одно. Мы до сих пор не знаем, какая это разница. Естественно, это можно рассчитать теоретически. Взять формулы и вот все прекрасно посчитать. Но с нынешней производительностью компьютеров это займет примерно 10 тысяч лет. Вместо этого ученые прибегают к эксперименту. Они берут фотонный кристалл и пропускают через него свет. Так, чтобы на нем было ощутимо явление дифракции. В конце прошлого века ученые выяснили, что в таких условиях по форме прошедшего пучка можно понять все свойства фотонного кристалла. Поэтому они немножко поворачивают этот кристалл, снимают данные при помощи детектора и отправляют их в математический пакет. Где при помощи, в общем-то, довольно тривиальных и простых формул, которые под силу лишить любому пятикласснику с калькулятором, они получают необходимые параметры и выясняют, что разница показателей преломления равна... А мы не знаем, чему равна эта разница. Дело в том, что я рассказал вам путь. И сейчас мы находимся в начале этого пути. А необходимый ответ получим в конце. На этом пути у нас есть несколько научных предположений. И каждый из них может оправдаться, а может и нет. Получается, что на самом деле шансы на успех не так уж и велики. А теперь подумайте. Вот вам нужно сделать такое исследование. А это ведь не день и не неделя. Это месяцы и даже годы из жизни людей, из моей жизни и жизни других ученых. И стоит ли в этом случае игра свеч? Помните, вначале я говорил про вопросы? Вот это один из них. Это тот вопрос, который каждый ученый в какой-то момент жизни задает себе. И каждый ученый должен на этот вопрос отвечать сам. Я отвечаю следующим образом. Да, здесь шансы не на моей стороне. И да, велика возможность провала. Но для меня сам путь, само исследование, оно куда более важно, чем то, что будет в конце. Если на этом пути какая-то гипотеза не оправдается, это будет для меня настолько же удивительно, как и если все пройдет гладко. И если смотреть на данную картину с такой точки зрения, то какое бы число я ни получил в конце, оно в любом случае заставит меня улыбнуться. Как насчет принять парочку вопросов? Давай. Да, давайте. Не видно. Нет, так будет. Анна, здравствуйте. Сколько надо обрабатывать материал, чтобы дыры поползли? Да, все очень просто. Понимаете, в чем дело? Эти дыры, дырки, на самом деле они дырки, это очень важно, они не будут ползти в сантиметр. Им нужно проползти очень небольшое расстояние. Расстояние, равное периоду в фотонном кристалле, то есть длине волны света. Это где-то сотни нанометров, но может быть тысячи нанометров. Это происходит примерно за сутки. Вот сутки нужны, чтобы они полностью расползлись туда, куда нужно. Спасибо. Ваш вопрос? Вот так вот. Почему он выбрал науку, а не пошел в артисты? Ну и совмещает, он все-таки старается. Давай, почему наука? Нет, мне нравится много вещей. Если мы потом как-нибудь пересчемся на автопаде, я могу за музыку очень классно поговорить. Смотри, я попробую объяснить. Дело в том, что наука и целенаправленно физика в школе давались мне сложнее всего. И именно поэтому я выбрал ее. Мне было интересно то, что мне сложно. И вот это чувство преодоления себя, опознания чего-то нового, для меня это важно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ